МОСКОВСКОМУ УЧИЛИЩУ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВУ НОМЕР ОДИН В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ ОДЕЛЕНИЕ ТХЕКВАНДО СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОЕ ОНО ОТКРЫТО В 2008 ГОДУ ЗАЙДЁМ, ПОСМОТРИМ ПАУ, ПАУ В ТХЕКВАНДО БИЮТ В ОСНОМ НОГАМИ ПРИЧЕМ И ДЛЯ НАПАДЕНИЯ И ДЛЯ ЗАЩИТЫ В ОЛИМПИЙСКОМ СТИЛЕ, КОТОРОЙ ПРЕПОДАЁТ МАКСИМ МАКСУЛЕВ СООТНОШЕНИЕ УДАРОВ НОГАМИ И РУКАМИ ВООБЩЕ СОСТАВЛЯЕТ 9 К 1 Мы, когда приходим на ТХЕКВАНДО, мы при ударе, мы всегда делаем выкрик Называется это КИХАП У нас он должен идти всегда от души В мое время, когда мы дрались по старому ТХЕКВАНДО, это всегда помогало Поднимало дух, когда ты встаешь, покричал и становится полегче Максим Максулев, выпускник училища Поступил в 11 классе и провел, как говорит, очень крутые 4 года Остался тренером на своем отделении ТХЕКВАНДО Сейчас ТХЕКВАНДО в Московском училище Олимпийского резерва номер 1 Это Максулев и его спортсмены Первая из них Анастасия Субботина В конце августа Настя выступила на первом для себя молодежном чемпионате Европы в Таллине Билась с соперницами зачастую старше себя Впервые на международном уровне и бронзовая медаль Но самой спортсменке и ее тренеру этого уже мало Упорству этой девушки можно только отдать должное Последние 3 года, как говорит тренер, Анастасия не видит лета Тренировки, сборы, сборы, тренировки Московские, российские И надо бы уже отдохнуть, но сначала взрослый чемпионат России в Подмосковном Одинцово в сентябре Здравствуйте, сентября будет чемпионат России по взрослому Он будет проходить в Подмосковье Надеюсь на наилучшие результаты Сойти в призы Сейчас я разминаюсь перед тренировкой Сначала это разминка суставная Также беговая упражнения различные для того, чтобы разогреться В дальнейшем идет упражнения на защиту И различные упражнения на отработку ударов Но потом, скорее всего, может быть парень Как после всего увиденного и услышанного не взять и не попробовать самим? Наша спортсменка предложила один из самых простых элементарных ударов Настя заверила, что никто не пострадает Я в основном, что самым распространенный элемент в термодол Удар называется «Доль Чи» Он выполняется в три этапа Первый этап – необходимо вынести колено Сзади Второй этап – вынос колено, разворот Заниматься тхэквондо Настя начала в 7 лет в родном Череповце В секцию привели родители И дело это понравилось девчонке не сразу Не сразу понравилось Мне было как-то странно осознавать, что люди друг друга бьют А потом так втянулось, понравилось Вот стало получаться и стало нравиться больше Родители отнеслись хорошо к выбору Потому что они меня сами отдали в этот спорт То есть как бы это не мое решение было Вот, они такие, ну попробуй Первая моя реакция была Ой, мне не нравится Ну ладно, оставлюсь В сентябре Настя дебютировала на чемпионате России Взрослом Впервые на таком уровне и против более опытных соперниц старше себя На ленточке, что называется Всего лишь один балл на последней секунде Уступила в полуфинальной схватке Это бронзовая медаль Это безусловный успех Успех с запасом в несколько лет На уровне и против более опытных соперницей Бронзовая медаль Бронзовая медаль Сейчас уже да Сейчас уже да Потому что все равно в полуфинале Немножки была ситуация Нужно бы переобуть сегодняшний результат Но я думаю Это лучшее, что с нами будет Я назову это так После Европы Настя, какие у тебя вообще планы на будущее? Отдохнуть Отдохнуть, я думаю, восстановиться Потому что есть незалеченные травмы У нас две недели назад было первенство Европы Пальчики, стопы Это все всегда нас беспокоит Сейчас, как я и говорил в первой встрече Я ей желаю хорошего образца Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!